Ну, во-первых, нужно понять, что вы не можете изменить другого человека, и если у него есть какие-то вот такие жесткие установки, недалеко не любое партнерство может быть бесконечным и эффективным. Значит, ну это просто нужно понимать философски. Теперь вопрос ходов, которые необходимо предпринять. Значит, задача сейчас у вас какая? Вы пытаетесь вашему партнеру донести собственное видение. И вы, как вам кажется, бьетесь в закрытую дверь. Вы там в окно, он форточку закрывает. Вы там в дымоход, он, понимаете, дымоход закрывает. Значит, задача, когда человек уходит вот в это вот такое, как бы, закрытие несознанку, ваша задача не ломиться в двери, не ломиться в окна, не лезть через трубу. Ваша задача — выманить его. Ваша задача — открыть эти двери. Как вы это можете сделать? Очень важно начать с ним говорить про то, что он думает, как он видит, какие у него интересы, какие у него приоритеты, что для него важно, что его волнует. Не пытаться что-то вложить в голову. Ну, вам кажется, что вы знаете правильное решение. Правильное или неправильное еще неизвестно. Это тут тоже всегда нужно понимать, что когда нам кажется, что вот так сделаем и все будет прекрасно, это такая вещь опасная. Мы все время работаем с неопределенностью, а в неопределенности невозможно просчитать все варианты развития событий. И то, что нам кажется красиво ложиться на бумагу, в реальности не будет столь же продуктивным. Да, поэтому... Но самое такое первое правило, которое нужно делать, если человек от вас закрывается, не пытайтесь вломиться в его, как бы сказать, внутреннее существование. Сделайте все, чтобы там проветрилось, понимаете, чтобы он мог высказаться, чтобы он мог прочувствовать. Может быть, он на вас злится по каким-то причинам. Пусть позлится, пусть вот устроит вам этот разнос, пусть поругает вас, еще что-то. Ну, пусть из него все это выйдет, да. И вам важно понимать, потому что когда он начнет вам рассказывать, вы же увидите, с чем вы спорите. Вы же спорите не с человеком, вы спорите с какими-то его установками, с какими-то его взглядами, с какими-то его интересами, с какими-то его страхами, там, и так далее. Вы должны понять, с чем вы ведете дискуссию. Но для этого вы должны это вскрыть. Вы давайте там поразбирайтесь, дайте ему, как бы, пусть он свои идеи какие-то порассказывает. Просто, знаете, пойдите с ним, выпейте. Ну, как бы, просто почувствуйте его, как человека. И пусть он не боится вам говорить, потому что, когда, понимаете, как бывает, человек начинает что-то говорить, вам не нравится, вы говорите, да не, ну все, да вообще это плевать. Ну, слушайте, он вам страх свой рассказывает, а вы говорите плевать. Он же реально боится, например, чего-то. Ну, так вы ему дайте, пусть побоится, понимаете, с вами, да. Ну, как бы, и вы сможете найти способ, как этот страх, так сказать, как бы сказать, так вот причесать, сказать, а мы вот еще вот это. Слушай, какая хорошая идея, я вот не подумал. И вот про это, и про это. Открывайте двери. Если человек закрывается, перестаньте вести атаку. Дайте возможность ему вынести на поверхность то, что он, может быть, даже это сам не рационализирует в достаточной степени. Вот, и задача здесь, соответственно, вынимать это из людей, что с ними не так, из-за чего они переживают. Вот, люди очень с большим трудом рассказывают, из-за чего они переживают. Потому что делиться переживанием, это показывать слабость. Рассказывать про свои страхи, это показывать слабость. Говорить о своей какой-то неуверенности в собственных компетенциях, это показывать слабость, понимаете. Но вы должны создать такую доверительную обстановку, чтобы показывать вам слабость не страшно. Понимаете, лучше же знать, как все происходит на самом деле, чем все гордо представят, что они все большие молодцы, а потом вместе, значит, на всем ходу влетят в расходы, которые невозможно будет никаким образом компенсировать. Субтитры создавал DimaTorzok